Ребятушки, привет-привет! Кто пришел ко мне в гости, пожалуйста, подпишитесь и поставьте тете лайк! Не забывайте, я же для этого работаю! Привет-привет, дорогие мои! Привет-привет! У нас сегодня МакБанг. У нас сегодня такой скромный завтрак. Яйца, помидоры, огурчики, сардельки. В общем, будем кушать. А, и сегодня я с вами хотела поговорить о прошлом МакБанге. Так. А что, весь забирай. А, вообще, не надо. На прошлом МакБанге. Про косметику. Я рассказывала про Ирину с ТикТока. Ребят, я не хотела не сказать ничего плохого, поверьте мне. Я, может быть, и резко высказалась. Но я действительно не отношусь к ней плохо. При том, при всем, что живет она, ну, для меня странно. По моим меркам, но она неплохая. Она позитивная. Она очень любит своих детей. Это видно, что она любит своих детей. Да, мне, как и всем, может, возможно, не все нравится. Допустим, я когда вижу кошку на столе, которая там кушает лапшу, да, и там же дети, наверное, едят. Я не знаю, я этого не вижу. Но, может быть, этого нет, а может и есть, да. Вот, я вздрагиваю. Это ее жизнь. Почему я кого-то позволяю себе осуждать, да, а кого-то вот... Потому что она этого не делает. Очень добрая женщина. Мне кажется, что она как будто бы даже... Знаете, как сама ребенок. Я не хочу ее оскорблять. Я с удовольствием смотрю ее тикток. Я являюсь ее подписчиком. Не хейтером, а подписчиком. Обратите внимание, у нее очень воспитанные дети. Притом, при всем, что она сама. Ну, вот как дитё. Ну, вот ничего не поделаешь. Вот как дитё. И когда она у Гузеевой рассказывала о своей последней любви. Да, я ж кому-то тарелочку давала. Зачем тарелочка? То, как она верит. Какая она доверчивая, да. Человек ждет любви в своей жизни. Не позволяет никому обижать своих детей. Кормить своих детей хорошо. Ну, как бы нам не казалось это странным. Да, она странно живет. И для меня живет странно. Но она неплохая. Ирочка, если ты меня видишь, я ни в коем случае не хотела обидеть. Ну, правда. Что-то для меня дико. Что-то нормально. А что-то мило. Мне нравится, что она хейтерам не отвечает. Ну, гадостью на гадость не отвечает. Иногда она обижается. Закрывает. Ну, там, или грозится закрыть комментарии. Да, какие-то. Потому что она прям как дитё обижается. И, наверное, вчера я была рисковата. Она сидит, жрет. Я неправильно. Ну, это я. Это моя манера, извините. Я грубый человек такой. Я не хотела её обидеть. У неё замечательные дети. Она их хорошо одевает. Она их хорошо кормит. Сама Ира необычная. Ну, из-за того, что она такая необычная. У неё столько подписчиков. Если показать, я не знаю, там, мою маму, которая кормит своего внука каждый день. Тихонечко. Ну, не мою. Ну, обычную женщину, да. То её не будут смотреть полтора миллиона человек. А Ира, ну да, она необычная. Она вообще необычная. Но не хотела её ни оскорбить, ни обидеть. Поверьте мне. Даже в голове такого не было. И продолжаю смотреть её в ТикТоке. Да, конечно, для нас странно, что человек так питается. Человек так живёт. Но это её жизнь. Хотя она, опять же, она много делает именно для того, чтобы вот так вот... Я не думаю, что всё так, как она показывает. Я не думаю. И как-то вот она показывала разгром, то всё, а потом раз так и показала, как-то у неё телевизор, что ли, упал. А в доме очень чинно и благородно. Поэтому что из этого хейт, а что нет, мы ещё не знаем. Что провокация, да, так скажем. Мы этого не знаем. Поэтому, ребят, кто оскорбился тому, что я обидела Иру или как-то на ней хайпую, я не хайпую. Я вообще была удивлена реакцией, если честно. Я не думала, что столько людей. Я там даже имя не называю. Что не называю именно в ТикТоке. То есть я кусочек своего видео в ТикТок поставила. И там нет имени. И люди сразу догадались, о ком я. Вот. Поэтому я прошу прощения и перед Ирой, и тех, кого я обидела, кто её любит. Потому что я сама люблю её смотреть. Почему, не знаю. Но её как раз, знаете, не стыдно смотреть. Несмотря на то, что она как-то всё не так, как у нас. Многое чего не так, как у нас. Она добрая. Пока Триндела даже не рассказала, как это вкусно, ребят. Ира добрый человечек, и я не хотела бы её обижать. Не хотела бы. Ну, а в контексте косметики, одежды, ещё что-то. Ну, кто-то с моих бровей ржёт, что поделаешь. Каждому своё. Поэтому, я ещё раз говорю, я не отказываюсь от тех слов, что для меня, конечно, человек в час ночи накрашенный таким образом, странная вещь. Или человек в такой косметике, копающий картошку, странная вещь. Ну, это её право. И обижать я её не хочу. Правда, не хочу. Это я просто говорила о косметике. Так что, ещё раз, ребят, кто хочет заглянуть к Ирине, тикток. Ирина. Блин, уже не помню. Я в прошлом видео говорила, как её фамилия, как называется её тикток. А если кто хочет, зайдите на мой тикток и посмотрите, на кого я подписана. Ирина. Как будто отяева фамилия такая, 443. Чё-то такое. Вот, она недавно ездила к Гузеевой на этот... Давай поженимся. Она очень серьёзно относится, когда её подкалывают по поводу всех этих мужиков. Ну, хороший, добрый человечек. Смешной. Вся её жизнь такая интересная. Ну, опять же, это же то, что она нам показывает. Вы же понимаете прекрасно, что я вот кушаю мукбанг. Вы же понимаете, что я такими тарелками не ем, да? И с мужем с одной тарелки мы и не едим. У нас много тарелок. Но мы это делаем для контента, для того, чтобы вам было красиво, да, на всё это смотреть. Вот. То же самое, может быть, и она частично делает, да? Провоцирует нас, чтобы мы её смотрели. Потому что она реально сейчас везде в тиктоке. Не хотела пиариться за счёт неё. Да, ошибка и не получилась, да? Даже не ожидала, что люди так сразу врубятся, о ком я говорю. Потому что в тиктоке нет её имени там. Вот. Так что вот так вот. Так что Ирочка и все её фанаты, извините, если кого обидела, не хотела. Правда, не хотела. То, что не совпадает с моим взглядом на то, как должна жить семья, на то, кто как должен жить. Ну, это я высказалась. Это действительно моё право иметь своё мнение. Вот. Но, опять же, ничего плохого я про Ирину не думаю. Серьёзно. И с удовольствием её смотрю. Всё, ребят, пока-пока. Покаялась. Теперь могу спать спокойно. Пока-пока, дорогие мои. Пока-пока.